Здравствуйте! В определенной мере многие из важных последних событий связаны с правоохранительными органами. Но если на украинском уровне они нередко подвергаются уничтожающей критике, например, на Харьковском антикоррупционном собрании, то в нашем городе полиция, что называется, в позитиве. Во всяком случае, на пресс-конференции главного областного правоохранителя звучали достаточно оптимистические утверждения. Руководитель полиции Днепропетровской области Игорь Репешко во время пресс-конференции проанализировал работу своих сотрудников в течение прошлого года. И в целом дал ей положительную оценку. И все же сложно говорить о том, что ситуация в регионе не внушает серьезных опасений. Отметив значительный рост преступности, генерал подчеркнул, что ее раскрываемость в регионе одна из лучших в стране и привел такие цифры. Всего за год зарегистрировано почти 49 тысяч преступлений. 17 тысяч из них раскрыты, в том числе 140 умышленных убийств, более тысячи грабежей и 7 тысяч краж. Игорь Репешко заявил, что он поставил перед собой и своими коллегами задачу поднять на новый уровень профилактику преступности и с помощью новых полицейских формирований повысить раскрываемость преступлений. И одновременно обещал каждому, кто столкнулся с преступниками, помощь правоохранителей. За тот период времени, пока я работаю, ни одной информации еще не поступило. Хотя вот и работали с общественниками, и те люди, которые принимали участие непосредственно, к ним обращаемся. Я говорю, пожалуйста, придите, посмотрите, дайте необходимую дополнительную информацию. Но пока в том виде, как оно есть, так и есть. Профилактика преступности. Именно этого ждут украинцы от реформы системы внутренних дел. Новая полиция, еще не начав работать, уже вызвала у многих надежду и уважение. Уж очень хочется нам почувствовать эффективность работы этих крепких молодых людей, решивших посвятить себя защите города от всякой нечисти. Вчера новые патрули полицейских вышли на службу по охране города. Как известно, они тщательно отбирали специальные комиссии, несколько месяцев тренировались, и после окончательного определения тех, кто может служить в рядах обновленной системы правоохранителей, заступили в первый наряд. Уже с 17 сентября на улицах и местах начинает работать новая патрульная полиция, девизом которой ее служить и защищать. Закон один для всех и все уровни перед ним. Только с вашей поддержкой мы сможем быстро досягнуть качественных изменений. Погода не испортила настроение новым отрядам ДПСников. Вот в такой снегопад они приняли присягу и заступили на службу по охране города и его жителей. Очень важное, самое важное в моей жизни, я принимаю присягу служить украинскому народу. Очень хорошее настроение, мы ждали этого дня уже долго, долго работали над тем, чтобы выйти сегодня уже на улицу. Вы обратили внимание на количество новеньких автомобилей? С такой полицейской техникой шанса уйти от полиции, нарушителя или преступника практически нет. Но это в том случае, если за рулем будут профессионалы. Верим, что это так. И что такие вот примеры полицейских неудач на дорогах останутся в прошлом. Давно уже природа не тренировала нас так сурово. Словно и она решила проверить украинцев на выживаемость, помогая властям, которые это делают уже не первый год. Что там говорить, снегопады, гололед, морозы и примкнувшие к ним грипп не добавляют оптимизма. Ведь многие из нас, особенно живущие в частном секторе, находятся перед постоянной дилеммой. Болеть от холода и сырости в квартирах или не жалеть газа для отопления жилищ, а потом сидеть на хлебе и воде. Не секрет, что в последнее время даже овощной набор для борща для многих становится непозволительной роскошью. Но это совершенно другая тема. В нашем случае, слава богу, что в самых экстремальных ситуациях на помощь приходят спасатели. Не правда ли? Словно кадры из-за полярия, где подобная картинка – дело обычное. Но в данном случае они сняты на подъезде к Днепропетровску со стороны Кривого Рога в начале этой недели. Ночь, метель, мороз, занесенная трасса. Все это создало огромные трудности для десятков водителей вот этих многотонных грузовиков. Толерантный Днепр не оставил их наедине с непогодой. Передвижной теплопункт на колесах, что называется, обогрел, напоил чаем и накормил дальнобойщиков. Это спасатели пришли на помощь, организовав передвижные теплопункты. Понятно, что и сил добавилось, и настроение поднялось, ведь тепло и забота всегда приятны. Согласитесь, жесткие времена формируют у людей жесткие привычки, манеру поведения и, конечно же, характер. Отсюда и рост преступности, и острые конфликты в быту и в семье. Ожесточенность – не лучшая примета нашего времени. Тем отраднее, что находятся люди, которые не устают подавать пример милости и сострадания, и в наше жестокое время учат доброте. Кошки и собаки стали главным учебным пособием на уроках доброты, которые начали проводить в школах по инициативе волонтеров, заботящихся о бездомных животных. В свое время волонтеры спасли вот этих братьев наших меньших от смерти, затем научили их несложным цирковым трюкам. Теперь они главные персонажи на школьных занятиях, где учат ребят доброте и милосердию. Узнавая историю жизни своих четвероногих гостей, мальчишки и девчонки учатся человечности. Кстати, в огромной пользе таких встреч убеждены и психологи, ведь у детей формируется и такая замечательная черта, как страдание. Очень много агрессии у нас в обществе. Вот эти уроки доброты, которые даются, они учат считывать эмоции другого существа. И если обучается ребенок обращаться, заботиться о животном, то в дальнейшем он это переносит на человека. Ну а о своих эмоциях ребята расскажут сами. Помогать, если им нужна помощь, надо им помогать. Тебе вообще, когда собираете эти колеса, вообще удивило. Понравилось, что ты хорошо себя вела. Ну а сегодня у нас в гостях психолог Наталья Валедова. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Вот мы только что с вами посмотрели сюжет и скажите, как вы лично оцениваете подобные инициативы волонтеров? Ну, конечно, вот такие акции, которые делаются, хотелось бы, чтобы это было в системе, чтобы они были традиционные. Потому что переоценить их очень сложно. Когда приходят взрослые люди и люди направленные сами излучают добро и показывают, как это добро можно реализовать. Вот, причем детям реализовывать какие-то вот сюжеты, истории. Их гораздо проще и на мягких игрушках с животными. Потому что, будучи еще маленькими членами нашего общества, не понимая всю многогранность взрослой жизни, первые уроки доброты у самых маленьких и чуть старших детей, конечно, проще проводить именно с животными. Вот есть, кстати, такая мысль, я где-то читал о ней, что если общество и родители непосредственно учили ребенка любви к животным, то ребенок будет более добр по отношению к людям. Правда ли это? Вот можно ли на это ориентироваться? Ну, я ни одно выражение не вывожу в абсолют, потому что есть случаи, когда люди любят очень животных, но при этом ненавидят людей. И тем не менее, забота, когда маленькому человеку прививается доброта, забота о ком-то, когда его учат считывать потребности других людей, помогать, естественно, это приносится во взрослую жизнь, в семью, в общество, в дружбу и так далее, и так далее. Поэтому приоценить научение доброты и такому гуманному отношению к животным невозможно. Скажите, пожалуйста, вот насколько, по вашему мнению, сегодня нашему подрастающему поколению требуется вот этот положительный пример для подражания? И есть ли это в какой-то мере панацея того, чтобы дети стали более добрее, по большому счету? Ну, вот если бы в этой студии был колокол, я бы в него сейчас била и била бы в набат. Потому что я считаю, что очень сильно не хватает сегодня вот этих вот положительных примеров, которые распространялись бы на все слои, на все уровни жизни. Поэтому взрослые, дорогие взрослые, родители и неродители, показывайте примеры доброты. Вы заметили, что появляется снисходительная улыбка, когда говорят о бабушке, которую переводят через дорогу. На самом деле это милосердие. Это акт милосердия. И чем больше вот таких маленьких, больших актов милосердия будет на глазах у подрастающего поколения, тем добрее оно вырастет. Наталья Владимировна, вот как раз исходя из вышесказанного, да, обратная сторона медали. Как вы сейчас в данной ситуации оцениваете уровень детской агрессивности у нас в обществе? Ну, я уже много лет работаю практикующим психологом. До этого была учителем начальных классов. Помимо того, что я живу здесь и сейчас, я могу сказать, что уровень агрессивности повышается с каждым годом существенно. Это связано с многими аспектами. Ну, причины – это телевизор, это мультфильмы. Прежде чем поставить мультфильм и показывать детям, надо хорошенько посмотреть, сколько там агрессивности в этом мультфильме. Это книги, которые подбираются. Это тот пример, который показывают взрослые. Этот пример видится в обычной жизни, в реальной жизни. И агрессия, к сожалению, сейчас идет отовсюду. Включаешь телевизор, и, ну, мне кажется, там процентов 95 сюжетов агрессивного содержания. И это уже становится привычной окружающей средой. То есть дети, не зная еще устройства этого мира полностью, поскольку страх – одна из базовых эмоций, и чаще всего встречается у людей. Мир воспринимают агрессивно. И для того, чтобы в нем выжить, дети сами становятся агрессивными. То есть взрослые научают агрессии детей. И вот, конечно же, в этом контексте хотелось бы от вас, как вот практикующего психолога, услышать, возможно, некоторые советы родителям, да, как вырастить доброго ребенка, как вырастить доброго человека. Ну, первое – это показывать примеры доброты самим. Второе – не обсуждать чьи-то несчастья безразлично в присутствиях детей. Знаете, как у нас принято в обществе, сломал человек ногу, а не надо было одевать каблуки? Кажется, незаметная фраза, но эта фраза ложится на еще не сформированную психику. И поэтому для того, чтобы не жалеть, не сочувствовать, не помогать, люди стараются найти причины, почему это не делать. Поэтому в присутствии детей лучше не говорить такие фразы. Я бы посоветовала употреблять в речи как можно больше хороших, добрых, разных, прилагательных. Потому что вот если мы берем имена существительные – это предметный мир, это предметы, глаголы – это действия, прилагательные – это эмоции. Подбирать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, вместе с детьми кому-то помогать. Ну, например, если рядом живет бабушка по соседству, гололед, спросить, надо ли ей хлеб и купить. Как пример, да? Как пример, конечно, да. Послать к бабушке и сказать, спроси, надо ли купить молока, хлеба. И чтобы ребенок сходил и купил. Это уже будет практическое проявление, то есть практический вклад и, естественно, и научение этой доброте. Потому что человек устроен таким образом, что я ни разу не видела нигде кнопки, на которые бы нажал, и вдруг стал хорош. Это поступательный системный процесс воспитания. Все на самом деле очень просто. Будьте сами добры, и вы сможете научить своих детей быть добрыми. Спасибо вам большое за приятный разговор. Ну, а я еще раз напомню, что мы сегодня беседовали с психологом Натальей Валедовой. Бывая за рубежом, каждый из нас стремится приобрести на память сувенир, который соответствует духу и традициям страны. А у себя дома мы часто не замечаем, какие замечательные изделия, пройдя сквозь века, и сегодня символизирует связь многих поколений украинцев. Теперь в городской библиотеке можно не только почитать любимую книгу. Если вы примете участие в специальных мастер-классах, вас научат делать замечательные обереги, а точнее кукол-мотанок. Вот такие произведения искусства, как на выставке поделок. Материал для них нужен достаточно простой. Кусочки ткани, ленты, нитки. И, кстати, ни одной иглы. История подобных оберегов насчитывает свыше пяти тысячелетий. Испокон веков узловая кукла символизирует связь поколений, так как передается от матери к ребенку. Такие куклы создавались с разной целью, чтобы призвать счастье, привлечь женихов, различь малышей и даже вылечить болезнь. Испокон веков уже много лет, где мы вернемся до старого, сгадаем то, что было когда-то. И очень интересно мастеровать таких ляльок власноруч. Очень интересно делать ляльок для детей, им на радость, себе в задоволение. Самое главное, когда делали эту ляльку, в голову ей ложили монетку и вкладали 7 зерняток пшеницы. Вона думает за то, что у нее детка на руках, что нужно с бежечкой все забрать с поля, и чтобы оно было сохранено. Думает, что нужно деньги заработать, и нужно их экономить, чтобы в хате все было. Красота спасет мир. На этот раз известное выражение нашло подтверждение в цехах Днепропетровского агрегатного завода. Новорична красуня. Конкурс, который подарил девушкам-агрегатчицам шанс продемонстрировать не только внешние данные, но и внутреннюю красоту. Профессионализм, эрудиция и сообразительность стала отличным подспорьем на пути к заветной цели. Званию самой красивой заводчанки. Около 30 сногсшибательных девушек и только одна корона. Кто же стал ее обладательницей, далее в сюжете. На Днепропетровском агрегатном заводе прошел конкурс красоты. Заявки на участие в ярком событии подали 26 девушек-агрегатчиц. Такой ажиотаж приятно удивил всех. К удивлению достаточно многого, 26 человек, это для меня, я думаю, 10 больше не наберем. Так что, думаю, теперь оно пойдет. Девочки готовятся серьезно. Ну, конечно, и переживают. Ответственность перед коллективом, как говорится, большая. Несомненно, каждая из конкурсантов была достойна победы, но в финале оказалось только 10 красавиц. Кому-то сопутствовало удача, кому-то от волнения повезло меньше. И абсолютно не важно, кто она. Гальваник или экономист? Токарь или секретарь? Главная она хранительница домашнего чага. Любящая жена или невеста? Замечательный специалист. Именно так позиционируют себя молодые женщины, участвуя в таких конкурсах, в которых кроме внешних данных оцениваются личные качества и успехи в профессиональной деятельности. Мы прежде всего хотим определить, ну, извините за выражение, не тех, у кого ноги от ушей, а кто еще и настоящая работница агрегатного завода, красивая, деятельная, умная, чтобы это были люди, которыми мы будем гордиться. Победу в этом непростом соревновании одержала сотрудник четвертого цеха Юлия Чалык. Нужно, чтобы люди понимали, что в жизни есть место и празднику, не только трудовым будням, не только вот работе, но и празднику. Как часто это бывает в нашей жизни? Живет рядом с тобой человек, который становится частью твоего бытия и дружба с которым становится чем-то само собой разумеющимся. И только когда он покидает этот мир, начинаешь осознавать, какое большое счастье тебе было дано. Знать его, слушать его советы, а уж тем более быть его учеником. У десятков днепропетровских мальчишек и девчонок, увлеченных шахматами, такой человек был. А потому турниры его памяти стали традиционными. В Днепропетровске завершился турнир по шахматам памяти Александра Синицына, замечательного человека и тренера, который воспитал в нашем городе немало достойных шахматистов. Этот турнир учредил меценат Андрей Филатов, и нынешние соревнования были уже 16-ми. Но победителем в жесткой борьбе стал воспитанник ДСУШа номер 9 Михаил Плюха. Впрочем, награды, сладкие призы от Александра Филатова получили все участники соревнований. Такой вот напряженной, а в чем-то обнадеживающей была прошедшая неделя. Я вам желаю быть удачливыми и на неделе следующей. Встретимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александректор А.Егорова